Всем доброго дня! Смотрите, какая у вас прекрасная солнечная погода. И сегодня по просьбам наших подписчиков, садоводов, огородников, в общем любители наших теплиц, мы хотим рассказать про плюсы и минусы фрамук в разных формах. То есть сейчас люди все сравнивают, все считают. Я вам расскажу про минусы и плюсы по формам. То есть есть арочная или павильонная, то есть полукруглая, первая, вторая есть, как мы видим, домиком, то есть классическая двускатная или каплевидная, коньковая так называемая. То есть бывают два вида верхнего проветривания. Коньковая фрамуга, это арочная форма павильонного и коньковая, это капельки, это форточный блок, состоящий из двух форточек. Вот разницу сейчас я вам буду рассказывать, в чем они отличаются, плюсы и минусы. Начнем, значит фрамуга. Смотрите, когда фрамуга, что на арочной форме, то есть просто арочная, и на павильоне у него практически нет щелей. Вот здесь вот автоматы, там, видите, щелка небольшая, надо автомат убрать, не до конца, видимо, закрылся тепло в теплице, начал открываться. Так вот, в чем плюс? В том, что фрамуга идет нахлёст, тут нахлёст, там нахлёст, снизу нахлёст. Уже много раз рассказывал, сейчас изнутри покажу. И она монтируется проще монтаж, то есть легкий очень монтаж, разрезается лист пополам и накладывается сначала, например, с одной стороны поликармон, потом с другой, потом сверху обрезается лишнее, лишнее подводится под низ. Сейчас зайдем внутрь. И все это стоит на теплях. Да, вот автомат начал, видите, открываться. Тепло не зашел, в теплице тепло. В чем их не плюсы, в том, что практически полная герметичность. Полная герметичность, значит, по периметру. Здесь нигде лист не режется, нету нигде щелей, ни прорезей. То есть явных, чтобы вот прям вода и бежала, или еще. Также можно герметизировать, приклеив уплотнительную резинку к самоклеющейся. Вот в чем плюс. Огромный плюс. Плюс она по объему больше, чем, например, форточка на каплеведной теплице. То есть на коньковой теплице. Вот и все. Вот плюс. Значит, плюс это простота монтажа. Второй плюс это большая фрамуга. И третий плюс в том, что по цене. То есть это минус уже. Она подороже. Теперь идем. Они также бывают ручные и с автоматами. То есть если ручная, здесь такой рычаг висит. Раз открыли, закрыли. Сейчас пойдем про каплевидные. Идем, смотрим каплевидные. То есть коньковые. Вот тут он стоит как раз на образце в легенде. Форточный блок, который ручной и с автоматами. Вот он видите коньковая форма. С резинками полностью. Ну, например, сама рама идет уже собранная. Вам остается вырезать поликарбонат, треугольник и закрепить на форточку. Плюс вам нужно все самим делать, вырезать и делать обрамление. Вот этот уголок. Плюс там уголок установочный сверху ставится, на что вешается форточка. Вот этот уголок и все это раскреплять. Если вы приобретаете форточный блок с автоматами, нужна вот такая дополнительная тяга. И чтобы до форточки был вот такой уголок. Если вы приобретаете без автоматов, идет просто ручка, за которую вы открываете, закрываете. И она без центрального уголка. То есть автомат вы уже потом тяжело будет поставить. Надо ставить уголок. Надо будет ставить уголок дополнительности, захотите автомат. И вот такую тягу. Работает все очень просто. То есть вот так открывается одно положение, второе. Автомат примерно вот так же открывает в коне, чтобы горячий воздух уходил. Из минусов. Вот если вы видите, вот видите точки крепления стяжки. Отверстие на 8 просверлено. Раз, два. И через них передернута стяжка. Вот через вот эти отверстия может капать вода. Но избавиться от нее просто. Можно просто все это туда капнуть. Герметик силиконовый, обычный прозрачный. И проблема устраняется. Вот видите, вон они там открыты на легенде. Из минусов только одно, что очень сложный монтаж. Все. По стоимости. Например, вот этот форточный блок с двумя форточками стоит 2000. Фромуга, да, вот она фромуга, да. Фромуга, да. Снег на рожь. Она стоит даже 2000, но одна фромуга. Я вам даже попал, видите, поликарбонат. Поликарбонат. Здесь бы накладывался на лист. Здесь и здесь. И простота монтажа. Вот выбор теперь за вами. Что вы выберете? Сейчас я вам покажу на арочной. Вот она, арочная боковая фромуга. Чтобы ближе было. Не как на павильоне. Тоже, в принципе, как на павильоне. Видите, здесь лист. Здесь лист. Сверху накладывается лист. Обратите внимание. Вот он. Видите? Можно здесь проклеить резиночку. Уплотнитель, который D9 продается. Который мы подстекло применяем. Он самоклейка. И все у вас вообще будет герметич. Ну вот. Все рассказал. Все показал. Спасибо. Про зимнюю теплицу потом расскажу. Теперь, значит, все. Всем пока. Хорошего, прекрасного дня. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Все расскажем и покажем в лучшем, самом, самом лучшем виде.